Всем привет народ, с вами ДНС и я снова, сегодня мы обсудим нужные каналы для первых раунгов, что вам нужно знать на постах охраны и как вообще здесь зарабатывать. Сразу после того как ваш инструктор выдал вам дискорд канал вашего посольства, вам будет доступен только канал выдачи ролей. В этот канал вам нужно написать плюс и отправить его. После того как ваше сообщение было отправлено, вам нужно изменить ваш никнейм, делается это правым нажатием по своему никнейму, изменить никнейм. Изменить вам его нужно в таком виде, чтобы он совпадал с вашим никнеймом в игре, то есть ваше имя, ваша фамилия и ваш порядковый ранг у вас будет первый. И после этого ждите пока вам выдадут роль, если в течении часа вы ее не получили, обратитесь снова к своему инструктору, через какое время вы получите свою роль. После этого вам откроется много каналов с разной информацией, полезной для вас и старшего состава, но мы рассмотрим всего лишь несколько из них. А именно, канал Дресс Код. В такой форме вы должны быть все время, когда вы как-то связаны с фракцией. В моменты, когда вы занимаетесь чисто своими делами, разводите контрабанды или с друзьями гуляете, вы можете одеваться по-другому. Цвета также должны соответствовать, как здесь указано. Любые другие цвета запрещены. Также эта форма нужна для того, чтобы ходить на ВЗХ, Баня за Хаммеры, на МП, мероприятия от вас или другие фракции. И также на любые другие выезды с фракции. Следующий важный раздел, это раздел систем повышения. Тут вы можете ознакомиться с тем, как вы можете повыситься с первого на второй ранг или с какого-нибудь другого ранга на последующий. Вы можете подняться максимумом до пятого ранга. Контрабанду вы можете брать у этого NPC. Каждые 4 минуты одна контрабанда стоит 160 долларов. Очень хорошо можно сочетать фарм контрабанды и стояние на посту охраны. Каждые 4 минуты бегаете за контрабандой. Где-то возле своего поста поставили свою машину. И когда прибегаете на пост, просто положили контрабанду обратно в машину. И стоите, отстаиваете свой пост и тем самым зарабатываете еще больше денег. Вы едете на любую из этих точек и продаете контрабанду скупчику. Цена колеблется от 600 долларов до 1500, если я правильно помню. Так что, удачи! После того, как вы становитесь на КПП, переходите в раздел информации в охране. Там будет описано, какие вы должны писать в команду в какое время. Промежуток между ними должен быть 15 минут. И должны вот так вот описать в рацию о том, что вы застали на какое-то КПП. И какое на нем состояние. Само собой, все время делайте каждые 15 минут скриншоты после того, как написали эту команду. Скриншоты вам будут нужны для того, чтобы после этого получить зарплату. Дать правила зеленых зон и правила ВЗХ. В этих правилах вы можете ознакомиться подробнее в разделе правила проекта. Здесь вы можете увидеть, какие правила вам нужно учить. Скриншот участия в мероприятиях. Делаете скриншот того, как вы участвовали в мероприятии. Одно или двух фотографий будет достаточно. И сохраняете все по ссылке в МГУР. Скриншоты загружаете на сайт МГУР. Вот так он выглядит. Не регистрируясь, просто нажимаете New Post. Перетаскиваете сразу нужное количество фотографий или по одному сюда. И сохраняете себе куда-то в черновик или в дискорд себе, ажикадренные личные сообщения. И это и будет ваш отчет на повышение. Отправить два смс объявления в Vizal News с текстом RM100. Для того, чтобы отправить сообщение в Vizal News, вам нужно нажать стрелочку вверх, после чего у вас застутся телефон. Если у вас не появляется мышка, нажимаете F2, мышка либо пропадет, либо снова появится. И вы сможете ее пользоваться. Нажимаете реклама, подать объявление. И тут просто пишите RM100, как указано там. После чего отправляете и ждете, когда в списках слева вверху появится ваше сообщение. После этого скриншотите его, и это и будет ваш отчет на повышение. Если на ГВП подходят какие-то подозрительные личности, то тут есть два развития событий. Если человек говорит, что он пришел вступить, то просто отписывайте в рацию, что КПП такое-то, пришел на набор. Требуется инструктор, вербовщик, тут уже для себя выбирайте, много текста тут не надо. Если человек без приглашения проник на территорию, попросите его покинуть эту территорию. Если человек не слушается, у вас есть три варианта действий. Первое. Это предупредить о том, что вы сейчас примените силу, если человек не покинет территорию. Если он продолжает бегать вокруг, по всему особняку, вы досчитаете до трех, раз, два, три, и после можете убить его, если человек не собирается кидать территорию. Второй вариант. Вы можете связать его с тяжками, и либо вызвать копов, чтобы они его забрали в тюрьму за проникновение на частную территорию. При этом не показывайте копам, что у вас есть оружие и бронежилеты, если у вас нет лицензии. Либо снова-таки заковайте его в стяжки и позовите старших. Мы придумаем, что сделать с этим человеком. Теперь, что такое стяжки и где их взять? Они берутся в черном рынке за 250 долларов одна штука. Рекомендую сразу закупить пять штук, хотя бы на будущее. Дальше, чтобы связать человека, он не должен находиться при этом в транспорте. Отходите к нему, отыгрывайте волос стяжки, в будущем времени обязательно. Сейчас достану стяжки с заднего кармана и накину на человека напротив. Нажимаете X, тем самым обездвиживаете его. При этом обязательно вам нужно смотреть именно на него, а не куда-нибудь в бок. И после можете сказать, сейчас заломаю человека напротив и поведу за собой. Нажимаете Z, и он будет следовать за вами. После, когда приедет полиция, вы должны в обратном порядке нажать кнопки. И сказать, сейчас ослаблю хватку и сниму стяжки с человека напротив. И после предаете нарушителя полиции. Z после X. Все, вы молодец, оставляйте отчет и возвращайтесь на пост. Также для вас важен раздел дипломатии. Переходим сюда и тут мы узнаем, с кем мы находимся в мире, с кем мы воюем, с кем мы нейтралы, с кем мы находимся в торговых отношениях. Разберем все виды дипломатических отношений по порядку. Давайте начнем с хорошего. Союз. Вот, к примеру, сразу же будем пользоваться тем, что у нас на данный момент есть. Мы в союзе с бандой TheFamily, с тех, кто сердечки, это банды, тех, кто флажки разные, это мафия. С теми, с кем мы союз, мы не можем их грабить, мы не можем их убивать, не можем, короче, ничего такого криминального или слишком негативного, что ли, делать в их сторону. И так же самое, они не могут подобные вещи делать с нами. Если вдруг вас какой-нибудь фэмилис в зеленой одежде останавливает на какой-нибудь дороге и говорит, выходи из машины, я буду тебя грабить, и все такое, ну, что-то подобное происходит, типа, говорите, что вы из рэп-школы, мы же с вами, типа, мир, или мы с вами в дипломатических отношениях, по идее, человек должен извиниться, ну, или хотя бы сказать, ладно, мы едем дальше. Дальше идет раздел торговые отношения. В основном, в торговых отношениях мы с мафиями, и их тоже нежелательно, типа, грабить по той простой причине, что тогда торговые отношения прервутся. То есть, с ними тоже будем. В принципе, это почти тот же самый союз, только вот в чем разница между союзом и торговыми отношениями. В союзе вы можете взять, допустим, кого-то из фэмилис, допустим, и пойти вместе с ним грабить другую банду или вообще ловить просто прохожих. А с мафиями так, к сожалению, проворачивать нельзя. Дальше такой вид дипломатии, как нейтралитет. Это вид дипломатии обычный, стандартный просто, ну, типа, вы с этими людьми можете их грабить, можете с ними торговаться. Ну, они, можно сказать, как бы не нагрубить. Я не хочу ни в коем случае никого обидеть, но это как почти прохожие люди, у которых есть оружие. Ты чё, дурак, блядь! Последний вид дипломатии, но не последний по назначению, это война. Когда вы в войне с той или иной мафией или бандой, вы можете на территории гетто просто без предупреждения начинать прогонять людей с вашей территории. Их грабить обязательно, вы меня услышали, но не забывайте, что грабить можно только с третьего уровня. С ними торговаться вы не можете. Вы не можете вместе с ними, само собой, вместе грабить. То есть вы можете грабить их и против них стреляться и прогонять с территории. И в случае, если они этого не делают, само собой, без предупреждения начинать по ним стрелять. С вами был Дэн Найс, старший учитель. Дэн Найс, прошу заметить. Я надеюсь, вам это видео было не только познавательным, но и очень смешным. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Дальше будет только веселее, дальше будет только интереснее. Другие видео уроки уже в описании. С вами был Дэн Найс, а у вас все будет Найс.